сегодня на очереди у меня каша из овса из цельного зерна вот оно такое цельное зерно я его промыла хорошо крупа у меня поварилась до полуготовности она вот уже как бы мягкая стала но еще не разварилась и я добавляю туда тыкву тыква у меня 200 грамм она натертая на крупной терке и она лежала в морозилка морозильной камере вот таким вот пластом в мешочке она сейчас я не кладу кашу и будет она варить посмотрим что у нас там с кашей какая красавица кашка у меня варилась на медленном огне в течение пятидесяти минут вот такая красивая получилась цельные зерна овса классно вообще замечательная каша вот здесь 200 грамм у меня крупы и полтора литровая кастрюлька отлично получается доброе утро всем наступает завтрак я хочу немножко сказать как я его организовываю кашку я сварила с вечера сейчас я только подогрела в микроволновке положила 100 грамм на тарелочку и добавила 5 грамм масла и приготовила яйцо пашот но на это время не уходит совсем совсем ведь мало это же видно визуально кофе сварила яблоко шоколад все полноценный завтрак на столе всем приятного аппетита и хорошего продолжения дня сегодня к нам пришел валерий как и обещал в 9 утра пришел он доделывает в санузле в коридоре там всю мелочь что что нужно доделать после шпаклевки после побелки после покраски но я ходила сейчас вот купила кабель канал шурупы длинные самое купила в общем то что необходимо для ремонта благо что здесь все рядом вообще какое-то счастье жить в самом центре две минуты до рынка надо пошел купил на это тратится совсем мало времени на улице погода шикарная у нас 12 градусов на градуснике хотя яркого такого солнца нету немножко облачно с прояснением но так тепло это это просто вот аж весна весна очень хорошо на улице вроде бы ночь была теплая 5 градусов а все равно снежок вот лежит в тени и он не растаял еще и здесь уже еще не растаял но ничего это уже не важно еще насыпет красавица наша но привет елизавета красотуля ты очень интересная киса любит птичек давай-давай попозируй нам вот как я умею а я иду строительный центральный строительный магазин ссм то то надо то другое надо меня валера сегодня посылает только я успеваю по магазинам бегать то шурупы надо то кабель-канал надо и провод надо а я его попросила еще перенести выключатель и он так неудобно сделан не на месте далеко от входа это уже в комнате выключатель но естественно там все же нужно купить не вот сейчас центральный строительный магазин иду нужно купить плинтуса даже не плинтуса под порогом ничего не можем подобрать получается высота большая то есть ширина этого плинтуса уголок нужен в одном магазине посмотрела нет сейчас иду в другой а я иду сейчас по парку сквере парк никольского парк никольского классный такой скверик сильно долго мне тут гулять некогда потому как мне нужно быстро сходить успеть вернуться чтобы было чем ему делать я вот так пройду немножко покажу сама полюбуюсь я очень люблю этот парк сегодня такая погода чудная вот все таки молодец какой человек ответственный сказал приду в 9 и пришел в 9 ровно ровно правда мы договаривались сначала с ним на понедельник то есть на вчерашний день но что-то там у него дома форс-мажорные такие обстоятельства были но он молодец позвонил сам сказал сегодня я не могу приду во вторник 9 часов так и есть прям минута в минуту молодец что еще можно сказать человек ответственный и руки на месте и голова все делает безотказный такой делает все аккуратно хорошо на совесть я могу сказать вот я же много приглашала людей чтобы меня то то сделали то другое 5 10 и могу сказать что очень люди и вот ответственные прям делают вот ну я не знаю действительно от всей души делают единственное вот одна одна как говорится компания мне не сильно понравилось там молодежь была вот а так кто по старше возрастом они уже ответственные очень и делают все на совесть делают очень даже хорошо кому нужны телефоны пожалуйста они у меня все есть эти телефоны все сохранились и я с удовольствием вам с вами поделюсь этими телефонами потому что действительно людей делают хорошо ну ты же надо проверить на деле так вот тоже приезжаешь другой город откуда знаешь кто тут и как тут делают и что тут это пока на себе не испытаешь не узнаешь а вот а теперь я уже знаю уже круг знакомых у меня все увеличивается и увеличивается и это очень хорошо когда окружают хорошие люди поэтому не нужно бояться при переезде что совсем незнакомое место никого нет но я считаю как сам к людям будешь относиться так и к тебе будут относиться по крайней мере мне с этим везет ну вот и центральный строительный магазин захожу ворота центральные здесь склад пойду покупать то что мне нужно такие только внутренние углы да они получаются такой ширины это на два узкие а вот пошире такое что то есть ничего такого нет да а а вот это а это а это наружный так что мне тогда сделать что сделать они вообще бывают вот такой вот ширину смысле пошире вот такие углы бывают у нас пока нет я в магазине тоже сегодня везде смотрела нигде не могу найти так а с дерева у вас есть что-то обналичка есть наличники есть конечно так давайте посмотрим так я не могла купить то что мне нужно уголок металлический внутренний ну вот только саморезы сейчас возьму мне нужен склад 6 я уже оплатила здесь получать еду пожалуйста спасибо большое вам вроде казалось бы ведь есть все а чего надо того нету и придется мне ехать в центральный дворик там где мы покупали в наличку на двери туда и придется ехать потому что и здесь подобрать я ничего не могу для садов для огородов бетономешалки всякие разные это так на улице это все стоит на улице под открытым небом люди приехали на такси выходят и спрашивают сколько за проезд платить водитель ответил 60 рублей мне смешно но приятно конечно цена такая хоть и смешная что я еще хочу сказать я значит прочитала что не могут найти мой номер телефона когда нужно что то срочно сказать просить допустим вот по перевозке кто меня перевозил василий да вот его номер телефона в основном спрашивают мой номер телефона под роликом в описании поэтому если что-то но срочное звоните ну если я не отвечаю сразу я перезвонил сама либо в другой раз позвоните потому как телефон бывает занят и ответить невозможно поэтому а так я вообще всегда на связи звоните только конечно не в ночное время и не рано утром и на комментарии тоже если я не могу ответить допустим сразу нет возможности сразу ответить а комментарии уходит очень быстро их потом найти трудно поэтому если вам не сложно но напишите снова чтобы я увидела потому что уж очень быстро они уходят и найти потом просто невозможно вот уже травка зелененькая вот и видно она прямо уже такая уже свеженькая пробилась красота здесь вообще прям ковром ковром возвращаясь обратно парк никольского обхожу уже стороной его ой как хорошо на улице так же куртку снять уже можно тем тепло кажется совсем ну конечно еще рано снимать еще будет холодно ну что говорят дурная голова ногам покою не дает так и я ходила и то что нужно было хотя записала ведь и не купила а мне нужно силикон еще купить и белый и прозрачный и снова я пошла благо что я живу в двух минутах от рынка от магазина такой шикарный хороший магазин там есть все а то чего надо нету силикон я купила но еще я узнала насчет пароварок для микроволновой печи здесь магазине их тоже нету я свою пароварку привезла из нижнего тагила мне ее там подарили да кстати я их много покупала там своим знакомым дарила потому что это действительно вещь очень удобная в обиходе на каждый день это прям незаменимая я бы так сказала вещь можно посмотреть наверно в интернет магазинах где-то на сайтах где хозяйственные товары я думаю это как вариант по улице краснодарской растет вот такая красивейная береза как я ее люблю стопус поехал ах скоро будет распускаться а вот уже видно уже набухли скоро сережки она выпустит все буду наблюдать за этой березкой очень люблю березы здесь мало берез но они все равно встречаются где-нибудь то есть это вот этот будет вот этот матрасик хорошо спасибо я вот здесь все посмотрю его вот он до получать так нет а вот он вот он до хит-продаж который до идет вот он такой матрасик все хорошо спасибо вам большое вот он такой будет сверху ну вито хорошая по моему я отзывы смотрела кровать у меня куплено осталось купить матрас и сегодня я это сделала я составом матраса я уже определилась взяла вот такой с двухсторонней прослойкой кокоса это матрас средней жесткости высота у него 19 сантиметров я прошла по всем магазинам посмотреть цены цены везде разные именно на мой размер а у меня размер матраса получается 80 сантиметров ширина и метр девяносто длина цены предлагались разные и 9 300 и 10 тысяч и 14 тысяч в общем в каждом магазине цена своя фабрика завода изготовления матрасов одинаковая у всех ну я магазины знаю и обратилась магазин в котором уже мне понравилась и цена и та же фабрика изначальная цена значит было восемь двести сорок у них было еще скидка 10 процентная 824 рубля и в итоге цена вышла 7 416 очень даже приятно и покупала и матрас вот здесь я его заказала срок изготовления мне сказали две недели но возможно что сделают за неделю мы посмотрим буду ждать ну что сегодня сделано обналичку сделали с обоих сторон значит сделали по плентуса везде в санузле и в коридоре все сделали вот не хватило только хотела и то что не хватило а я не купила ничего потому что покупать вот сюда вот нужно вот уголочек внутренний со стороны санузла и со стороны коридора место проходное все равно где-то да будем ходить стукаться быть в эти места как говорится ногами и желательно бы сюда металлический уголок внутренний ну вот завтра еще дворик съезжу если не будет этого уголка придется покупать вот такую же обналичку и вниз ее сюда уже пристраивать потому что больше ничего не подходит вот эта мелкая работа настолько занимает времени крупное сделал и все и сразу видно и дело сделанное и как-то все а вот мелкая работа правда бегаешь бегаешь делаешь делаешь и деланного не видно ну ладно все сделается мелкая и крупная но всего доброго всем спокойной ночи и до скорых встреч сегодня я готовлю суп под названием рассольник ленинградский курицу я уже отварила достала и сейчас буду заправлять суп для этого мне нужно картофель огурец соленый рассол крупа перловка лук морковь и томатная паста томатная паста у меня в большой банке и я ее храню в морозильной камере она идет с крышечкой это очень удобно и вот мне нужно сейчас от ковырнуть я от ковырнула нужное количество вот она вот так под крышечкой идет такую большую пасту не используешь сразу это же очень много ее и вот такой способ хранения в общем-то меня очень устраивает я сама в принципе не так давно о нем узнала и очень довольна и делюсь с вами таким способом хранения томатной пасты я вот просто вот ножом от ковырну нужное количество сколько мне надо и сейчас обратно уберу морозильную камеру и и это очень хорошо кстати вот эта томатная паста кубанская классная вообще самая лучшая наверно паста покажу вот она отдельных ковшички я чуть-чуть спастирую томатную пасту я добавила немножко с бульона вот там было его сняла и добавила ковшик я сильно пастировать не буду это для того чтобы придать свет рассольнику буквально слегка вот она уже окрасилась чуть-чуть и я добавляю огурцы и выливаю рассольчик огурцы немножко же жестковатые и них нужно предварительно потушить чтобы они были мягкими а перловочка уже она какая-то все и помешает осмотрю даю можно уже выключать она уже готова и вот для того чтобы в суп суп вернее был красивый по цвету я специально миров перловку отварила отдельно видите какая мутная водичка я ее солью а потом уже добавлю в суп чтоб супчик был вкусный красивый в кипящий бульон я закладываю уже подготовленный картофель нарезанный перловку я откинула на дуршлаг вот она она уже сварилась она уже готовая практически ну чуть-чуть так как бы чувствуется что и еще чуть-чуть можно повариться то есть она практически готова тоже закладываю в кастрюльку лук и морковь закладываю сыром виде я ничего не пастирую это огурчики тем временем вот они пастируются они с бульончиком так тушатся чуть-чуть еще потушатся вместо соли я добавляю у меня немного вот здесь на десертной ложке моя любимая соленая приправа из свежих овощей она придает такой аромат ну это вот это надо чувствовать быть здесь и попробовать после того как картофель в супе закипел вот только тогда я выливаю огурцы если добавить соленые огурцы тогда когда еще картошка не сварилась картофель может задубить от этого ну и мяско я тоже уже разделала на части разделила и добавляю все супчик варится красивый такой становится до вкуса я довожу рассольник рассольчиком огуречным чтобы он такой был остренький вкусненький обязательно хмели-сунели аджику уляпскую я и очень уважаю лавровый лист мы и зелени у меня сухая зелень мне очень нравится она смесь и пусть еще чуть-чуть поварится рассольчику самое то получилось по вкусу хорошо а вот соли чуть не добавлю не хватает я добавлю адыгейской рассольник какой получился красивый ароматный прям аж по всей квартире такой запах просто бесподобный